Всем привет, ребята! Меня зовут Руслана и сегодня будет довольно долгое видео, но зато, если вам оно будет интересно, смотрите его до конца. Ну что ж, давайте мы начнем. В этом видео я расскажу вам, как приучить щенка или собаку выдержки при кормлении. Выдержка при кормлении – один из полезных навыков обучения, которому необходимо начинать сразу после того, как у вас появился щенок. С начала первых приемов пищи. При этом нужно использовать команду «Жди». Она несложная, главное в процессе обучения – терпение и систематичность при каждом кормлении, а не от случая к случаю. Обработка этого навыка – основа для обучения собаке в будущем. Перед началом кормления наполните миску кормом так, чтобы щенок этого не видел. Позовите собаку и поставьте миску на пол или на подставку. Прибежавшего щенка сразу к миске не подпускайте, а аккуратно придержите его ладонью. Ладонью за грудь в течение 3-5 секунд, а затем садите команду сидеть, слегка нажав рукой на круп, продолжая придерживать за грудь спереди. Как только щенок сел, с командой «Чижди» и придержите его в сидячем положении еще 2-3 секунды, после чего подайте команду «Кушай» и пустите к миске. В дальнейшем, по мере роста щенка, время выдержки и в положении сидя уже нужно постепенно увеличивать каждый раз, примерно на 1-2 секунды. В итоге выдержка между посадкой и допуском к миске доводится до 2-3 минут. Даже если подросший щенок четко выдерживает интервал от начала посадки до доступа к миске более 3 минут, ни в коем случае не злоупотребляйте этим, заставляя его ожидать кормления более 5 минут. Совершенно не нужно, лучше каждый раз варьировать время выдержки, например 10, 5, 30, 15, 45 секунд и т.д. Для того, чтобы усложнить отработку навыка, во время выдержки отдохните от собаки, а затем возвращайтесь к ней. Конечная цель этого упражнения – заставить пса терпеливо ждать возвращения у хозяина, даже если вы ушли в другую комнату. Следующее правило, которое вам необходимо неукоснительно соблюдать при отработке выдержки, а в дальнейшем постоянно на протяжении всей жизни собаки. Четкое время кормления. Пусть это будет, например, 10 минут с начала и до конца трапезы. Первый вариант – собака уложилась в заданное время. Миска чистая, посуда убирается до следующего кормления. Второй вариант – за 10 минут до конца не съеден. Собака отошла от миски, но не через 1-2 минуты вернулась и все доело. В этом случае лучше увеличить время кормления еще на 5-10 минут, после чего убрать миску до следующего раза. Третий вариант – собака не притронулась к еде. В такой ситуации оставьте миску на месте в течение определенного для принятия пищи времени – 10-20 минут, после чего уберите для следующего кормления. Правило, которое необходимо строго соблюдать – обязательно убирайте миску даже пустую. Ни в коем случае не уговаривайте собаку поесть. Не добавляйте в еду разные вкусности, не предлагайте другую, более вкусную еду взамен той, от которой собака отказалась. Каковы возможные причины отказа собаки от еды? Иногда собаки совсем не едят, устраивая себе своеобразные разгрузочные дни. Это нормальное явление и беспокоиться по данному поводу не стоит. Некоторым хитрым собакам очень хочется иногда покомандовать хозяином. При этом они делают несчастный вид и подтягивают живот, втайне надеясь, что их пожалеет и предложит деликатесы. Ваша задача ни в коем случае не податься на провокации и показать собаке, кто настоящий вожак. Нужно учитывать, что в начале своей жизни среди братьев и сестер щенок должен был есть быстрое, исходя из правила в большой семье. Теперь же он может предпринять попытку растянуть удовольствие, поэтому роль голодных родственников, по мнению собаки, должны исполнять именно вы. Если маленький щенок активно защищает косточку, необходимо, чтобы он обязательно освоил прием выдержки в положении, сидя перед началом кормления. О нем мы говорили до этого. Возможно и другой вариант. Обмен косточки на игрушку, кусочек сыра, печенье или другую косточку, но только при одном условии, не по принципу «ты мне, я тебе», а совершенно по иному сценарию. Вы показываете щенку кусочек, кусочек мяса, сыра или печенье и одновременно произносите его кличку. Если щенок заинтересуется игрушкой или лакомством и бросит косточку, либо подойдет к ней к вам, нужно поднести к носу собаки заинтересовавший ее предмет, скомандовать сидеть, по команде «дай», аккуратно забрать косточку и потом поощрить щенка игрушкой или лакомством. Через 5-10 секунд произнося команду «держи», «хорошо» или «кушай», отдайте косточку щенку. Запомните, лакомство выдается собаке именно за посадку, а не за обмен на косточку. Чем раньше вы начнете по команде «дай» заставлять щенка давать косточку, тем лучше. Еще одно полезное упражнение – кормление собак из рук. Пес должен усвоить, что вы вожак, имеете право в любой момент прикасаться к его миске. Для этого во время еды вы должны периодически передвигать миску, давать собаке кусочки из рук. Ну или перемешивать еду пальцем. Пес должен реагировать на ваше посягательство совершенно спокойно. При малейшей агрессии в отношении вас быстро подайте команду «нет» или «нельзя». При необходимости шлепните собаку, свернутой в трубочку газеты, или энергично встряхните за гривок. Если у вас есть помощник, то во время агрессивных действий собаки он незаметно может челкнуть ее в бедро или крестец, туго натянутой резинкой, сразу же убрав руки и сделав абсолютно безразличный вид. Собака не поймет, что произошло, но сделает вывод. Если вести себя плохо, будет больно и неприятно, но виноват в этом не хозяин. Следующее упражнение, а точнее тренировка, предназначена для хозяина, собаки и членов семьи. Ни в коем случае нельзя подкармливать собаку, сидя за обедательным столом. Пес очень быстро научится выпрашивать еду. Не поддавайтесь заискивающему голодному взгляду. Пресеките в себе жалость, это подойдет щенку, но только на пользу. Чтобы сдерживать эмоции, не смотрите на собаку во время обеда. В этот момент на вас ее общение не должно существовать. От всех членов семьи требуйте того же никаких подачек. Проверьте, не получив желаемого, щенок не станет от этого несчастнее, скорее наоборот, сохранит свои и ваши нервы и не будет впустую тратить время. Идеальный вариант, когда щенок вырастет, ни разу не попробовав еды со стола. Еще одно упражнение для приучения щенка – подходить к миске. Перед кормлением похлопать и в ладоши на прогулках хлопки можно совмещать с командой «Ко мне». Только вместо миски с едой в качестве поощрения выдайте собаке лакомство и похвалите ее. Подведем небольшой итог. В процессе кормления собака может решить серьезные задачи по воспитанию и обучению щенка. Главное – соблюдать следующие правила. Первое. Вырабатывайте выдержку у щенка перед началом каждого кормления. Второе. Определите строго ограниченный интервал времени для приема пищи. Третье. Убирайте миску после окончания кормления. Четвертое. Выясните возможные причины отказа щенка от еды. Не забывайте, что это нередко является симптомом какого-либо заболевания. Пятое. Добейтесь полного оповиновения щенка при ваших манипуляциях с миской и кором. Это очень пригодится на улице. В случае, если у щенка, нашедшего и попытавшегося съесть что-либо, необходимо будет отобрать найденное. Шестое. Строго запрещено кормить щенка с кусочками со стола. Седьмое. Готовить и накладывать в миску пищу для щенка нужно лишь его отсутствие. Восьмое. Кормление щенка только до и после того, как поели все члены семьи и вы сами. Девятое. Научите щенка подходить к миске по хлопкам в ладоши. Это в дальнейшем может значительно облегчить процесс обучения подходу к вам по команде ко мне. В общем, ребята, я в этом видео вам рассказала, как обучить собаке выдержки. Как забрать у собаки игрушку или косточку, если она не хочет ее отдавать. Потом, чтобы брать еду у собаки из миски. И она разрешала это делать. Я надеюсь, вам это видео было полезным. Если так, то поставь палец вверх. Подпишись на мой канал. И всем пока-пока-пока-пока-пока. И, ребята, извините меня за ошибки, которые, когда я вам рассказывала, совершила. Я надеюсь, вы меня сильно не будете ругать. Вот. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok